Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и сегодня готовлю блюдо, наполненное великолепными вкусами и ароматами. Бигус. Существует множество вариантов его приготовления. Неизменным остается одно. Используется смесь свежей капусты и квашеной. Сюда можно добавить различные мясные копчености, грибы, чернослив, красное вино. Но я приготовлю так называемый эконом-вариант без всяких излишеств. И все равно бигус получится очень вкусным. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. На сковороду с разогретым подсолнечным маслом выкладываю мясо, порезанное небольшими кусочками. Я использую свинину, но также можно взять говядину. Помешивая, обжарю со всех сторон. Добавляю репчатый лук, который я предпочитаю резать довольно-таки крупно, четверть кольцами. А вы режьте, как вам удобно. И морковь, порезанную тонкой соломкой. Ее также можно натереть на крупной терке. Сюда же отправляется порезанная некрупными кусочками копченая грудинка. Вместо нее можно взять любое копченое мясо и даже копченую колбасу. Обжарю какое-то время все вместе и добавлю томатную пасту, разбавленную с водой, до состояния соуса. Тут же кладу свежую капусту, нарезанную тонкой соломкой. И квашеную капусту. При необходимости лишнюю жидкость с капусты слегка нужно отжать. Накрою крышкой и потушу на среднем огне минут 15-20. После этого размешаю, опять накрою крышкой и буду тушить минут 30-40. Контролируйте процесс. Возможно, в какой-то момент вам придется добавить воды. Ну вот, отведенное время прошло, за которое я размешала капусту один раз. После этого кладу специи, соль и для гармонии вкусов я добавляю одну чайную ложку сахара. Прежде чем понять, нужно вам это или нет, размешайте капусту и попробуйте. Если вас все устраивает, то не добавляйте. Кладу две половинки лаврового листа, накрываю крышкой и еще потушу минут 20. После этого отключу нагрев и дам капусте настояться. Ну вот, ароматный и вкусный бигус готов. Обратите внимание, после тушения здесь не должно остаться никакой лишней жидкости. Готовое блюдо должно иметь густую консистенцию, слегка кисловатый вкус и аромат копченостей. Вообще, бигус считается самостоятельным блюдом и его подают просто с хлебом, но лично мне он нравится с вареной картошечкой или с гречкой. Отмечу, что тушить капусту нужно до желаемого состояния. Мне, например, нравится, когда она остается плотной. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале еще больше вкусных, простых и интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.